Это ты говоришь, что ни один армянин не вышел и не сказал, что нельзя оскорблять грузинский народ? Да, ты вышел, ты вышел, да, правда говоришь. Извините. Это только ты, только ты вышел. Как дела у тебя? До этого уже никто не выходил. Как дела у тебя? У меня все хорошо, ты как? Но ты вышел после моего разговора, помнишь? Это тоже правду надо сказать. Правду надо еще по-другому сказать. Правду еще надо по-другому сказать. Я могу показать одного грузина, который оскорбляет армян. Кто? Я покажу тебе. Хорошо. Я же тебе обещал покажу. Хорошо. Как говорят? Дрогу Раха? Дрогу Раха. Среди армян есть очень достойные братья, ребята. Я всегда говорю это. Я всегда это говорю. Есть. И Богу спасибо, что есть. Да, и знаешь, я тебе так скажу. И плохие люди есть, но Богу спасибо за то, что их мало. А все остальные нормальные люди. Да. Так же, как и грузины. Я его знаю. Грузины, я официально на твоем эфире говорю, как армянин, которого немало знаю. Грузины, наши братья, были, есть и будут. То, что некоторые, то, что некоторые ситуации происходили по отношению, допустим, оскорбления нации, это редкостные ситуации, которые нормальные армяне не поддерживают. Да. Адекватные это не поддерживают. Ты права. И адекватные, и нормальные. Ты со своим сыном едешь? Как? С сыном едешь. У меня дочка, слушай. Дочка рядом? Ну я ж не видел видео. Да. Слушай, знаешь, что мне интересно? Что я хотела сказать? Я тех, кого я в реальном знаю, никто так не думает. Но что в ТикТоке происходит? Большинство, 95% неадекватные заходят ко мне. Смотри, Тамуна, я неоднократно в разговоре, я тебе говорю, это плод безнаказанности. Ты знаешь, сколько мне людей пишут? Я же тебе тоже рассказывал. Неимоверное количество в Инстаграм находят, в Инстаграме пишут. Но я не обращаю на это внимание, потому что это обычные, обычные провокаторы, которые могут позволить себе оскорблять народ. Я никогда не оскорбляю народ. Никогда. Даже тех нечисти, которые позволяют себе очень лишнего в адрес моей нации. Но, но, очень жестко обхожусь словесно, имею в виду тут. В живую никто, никто не выйдет, такое не скажет. И давай не забудем, что в Джавахетте сколько армяне живут? Очень много. Я хочу, что ты ему скажешь. Джавахетте это Грузия. Это разве не сыновья Грузии? Нет? Некоторые из них родились и выросли в Грузии. Да, конечно. Вот потому у меня есть претензии насчет этого. Те армяне, которые выросли, родились в Грузии, выросли, любят Грузию как свою родину. И такие люди выходят и говорят, что, ну, я, например, какая-то девочка вышла и говорит, я, например, живу в Джавахетте, и я говорю, что Грузии не самый подлий народ. Ну, этому человеку что надо делать? Надо отвечать этому человеку. Я всегда говорил... Надо его собрать вещи, чемодан, вокзал и на четыре стороны. Я так думаю. Послушай, я еще раз говорю. Никто, никто не имеет права оскорблять народ на отсыл, затрагивать этот вопрос. Это очень глобально большой вопрос, который не имеет никаких объяснений моральных. Ни один человек морально не может объяснить. Знаешь, Гитлер в свое время сделал столько злодеяний, но исходя из Гитлера гнобить Германию, народ немецкий. Это получится неправда, неправильно. Понимаешь? Я просто зашел кусочек, чтобы тут волна людей, как сказать, не занервничали. Я просто зашел сказать эти два слова, что я выходил и говорил, что не поддерживаю тех армян, которые оскорбляют грузинский народ. И, в свою очередь, добавлю, вот мне отправили видео отрывок парня, который сидел, кидался оскорблениями в адрес Грузии, парень, который там армянин. В свою очередь, я еще раз говорю, осуждаю максимально плохо его действия, кто бы он ни был, где бы он ни жил. Если в Ереване живут, мне вообще по-большому по лампочке, я в Ереване живу, в любое время готов с любым встретиться. Но я не поддерживаю его слова, и я на твоем эфире чуть-чуть сдержанно скажу. Наихудшими словами говорю ему, что так нельзя делать. А насчет Джавахетти, я тоже тут говорят, я армянин и говорю, что Джавахетти это Армения. Что ты им скажешь? Насчет Джавахетти? Я как-то мы с тобой были в разговоре, и я тебе объяснил, почему армяне говорят Джавах, а грузине Джавахетти. Да, кстати, не объясни, но тут кроме меня 87 человек сидит. Армяне говорят Джавах, потому что армяне Грузию называют Варастан. Русские называют Грузия, американцы называют Джорджия. То есть Джавахетти это на нашем языке, это Джавах. Да, но Джавахетти это территория чей? Ты не знаешь, в какие территории сейчас входит Джавахетти? Я очень хорошо знаю, что Джавахетти это Грузия и составит Грузии. Но я хорошо знаю, я им объясняю, но от тебя хочу, чтобы это услышать. Однозначно Джавахетти входит в территориальную целостность Грузии. И это на данный момент и будет на будущем необсуждаемый вопрос. О чем еще речь? Ты реально думаешь, что кто-то присутствует на Джавахетти тому? Раньше было такое. Когда, скажи мне числа, когда было, что Армения выступала с милиториальными запросами? Я тебя даже от этого отправлю. Я знаю всех своих наилучшими словами, всех провокаторов, желаю набраться ума и перестать кидаться оскорблениями в адрес народа. Все народы хороши. Вообще, зачем оскорблять друг друга? Общание можно без оскорбления. У тебя другое мнение, у меня другое мнение. Мы будем это разговаривать. Это же не значит, что я должна тебя оскорблять. Я уже в пятый или шестой эфир делаю насчет этого, что оскорблять не должны друг друга. Надо слушать друг друга. Все, береги себя. Сейчас отправлю тебе отрывок Мирсена. Давай.